Так исторически и географически сложилось, что Республика Казахстан и Российская Федерация являются основными партнерами в регионе. Союз данных стран участвовал в создании многих объединений, которые создали точку опоры для сотрудничества между многими странами. Но несмотря на это, на мировой политической арене происходят вещи, которые могут повлиять на дружеские отношения между двумя странами. Так как Казахстан находится между двумя странами, которые имеют большой политический вес, то есть между Китаем и Россией, У западных стран, в первую очередь США, есть большой соблазн перетянуть республику на свою сторону в политической борьбе. Таким образом, внешнеполитическая система Казахстана, которая, к слову, еще неплохо держится, по сравнению с другими странами в регионе, может дать трещину, что приведет к сужению пространства для маневра. Ведь в основу данной системы заложены многовекторность и конструктив в отношениях между странами. Внутриполитическая ситуация в стране по отношению к России также меняется, и меняется не в лучшую сторону, чего стоит недавний инцидент с высказываниями российских депутатов в сторону возможного изменения государственных границ Казахстана в пользу России по историческим соображениям. Естественно, кардинально на высших уровнях власти ничего не поменялось. Но вот как повлияли такие высказывания на лояльность казахстанцев, вопрос открытый. Не стоит забывать и о укреплении позиций казахстанского языка. Это логичный выбор большинства казахстанцев. Но он затрагивает и русскоязычный сегмент народа, которому для того, чтобы нормально жить и работать, придётся в обязательном порядке изучать язык. В противном случае русскоговорящим придётся просто уехать из страны из-за невозможности реализовать себя. Данная ситуация также может в обозримом будущем подпортить дружеские настроения между Россией и Казахстаном. Если говорить о влиянии коронавируса на систему, то есть очень серьёзный риск для приграничного сотрудничества, потому что до 80% ВВП Казахстана формируется в приграничной зоне с Россией. Сегодняшняя ситуация ставит под сомнение эти цифры. Большое количество малых и средних предприятий было модернизировано для совместной работы. Другая проблема связана со студентами. Казахстан является лидером по количеству иностранных студентов в России. В этом году многие из них обучаются дистанционно, что вызывает множество трудностей. Но следует также помнить, что многие из них проходят обучение на оплачиваемой основе. Это область, требующая большого внимания, но она тактическая и решаемая. Если же уйдёт приграничный бизнес в ближайший год-полтора, то это будет уже стратегический вопрос. Потому что сектор товаров высокого предела, которые поставляются из Казахстана в Россию, всё больше сокращается уже сегодня. Так возникают ещё большие риски для дисбаланса во взаимной торговле. Для решения проблемы фактора общественного мнения в Казахстане, который сегодня приобретает стратегический характер влияния на российско-казахстанские отношения, мало что можно сделать. Но чтобы противостоять кампаниям против добрососедства и партнёрства, Россия и Казахстан должны систематически работать.